Так, завершение шабата, прямой эфир запускаю сейчас на YouTube, на канале YouTube. Аллилуйя! Приветствую всех, братья и сестры, дорогие друзья, данные и господа. Добрый вечер всем, добрый субботний вечер. Вот уже и завершается суббота. Вечер уже, начало нового дня. Я планировал в 6 часов сделать трансляцию вечера, но так получилось из-за задержки. Сегодня затянулось у нас собрание, служение, молитва, общение на дворе Сневе 24, где теперь каждую субботу у нас там проходит молитвенное служение, общение. И поэтому в 7 часов начал, не в 6, а в 7 вечера. Вот, и да, с вечера до вечера день. Начало нового дня. До свидания, суббота. Благоставляем завершение субботнего дня. Подводим итоги некоторые. Благодарим Бога за вот эти часы, за вот этот день субботний, общение с Ним. Наверное, когда такие общественные служения, какие-то собрания, общие собрания, то, наверное, это очень так непросто. Но, все-таки, несмотря на общественные молитвы и собрания, стараемся, я стараюсь погружаться в Господа моего, погружаться в Него и, да, пребывать в Нем. Здесь, да, не зажег я огонь-то. Вот свечи. Да, слава Богу. И завершение. Вот у меня такие две свечи. Знак. Помни и соблюдай. Помни и охраняй. Да. Две субботние свечи. Как напоминание об этом таинстве. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья. Пусть Господь утешит, укрепит всех во имя Господне. Вот. И завтра у нас служение здесь, в Киеве, в нашей киевской архипископии. Собрание. Вот. И сегодня, я вот засвидетельствую, поделюсь сегодня, Любовь Давидовна Кушнир, вот, священнослужитель нашей церкви, священник Иерейх. Она делилась сегодня ведением своего служения Ханука, такого мессианского, православного, такого межконфессионального служения. Слава Богу. Вот. И молились сегодня за Израиль. Вот. С 12 до часа у нас было время как раз молитвы за Израиль. И тоже мы подключали интернет, подключали, вот, трансляцию. Трансляцию. Вот. И был брат Андрей с Минска на служение тоже у нас. Вот. Слава Богу. Общение было хорошее. И был пастор еще, приезжал, ну, не с начала, не до конца, но, как вот, получилось уже. Пастор Эльдар Мерзоев, мой старый друг. Вот. И эти видео трансляции уже есть уже на Ютубе. Так что, друзья, вот, милости, просим внимания. Вот. Молитесь. Молитесь. Кто завтра в Киеве, друзья, и вы не знаете, где будете, то приходите к нам на служение. Вот. По воскресеньям наш благочинный проводит служение, собрание нашей литургии. Это на Кловской, станции метро Кловской, улица Леонида Первомайского, 6. Вот. И завтра Любовь Давидовна, Кушнер обещает тоже быть. Вот. Тоже поделиться словом. Вот. И Алексей Иванович будет поделиться словом. Попросим, наверное, и брата Андрея тоже, потому что он уже завтра уезжает уже снова в Белоруссию, в Сибирь, в Минск. Попросим его тоже, наверное, засвидетельствовать. Вот. Все-таки целую неделю был здесь, в Киеве. Помолиться тоже. Вот. И молимся за Минск, молимся за Беларусь. Знаете ли, о духовном пробуждении белорусского народа. Вот. И был в Беларуси свой золотой век, такая золотая эра. Это эра реформации, евангельского пробуждения в 16-м столетии. Миколай Радзивилл-Черный и прочие деятели. Ну, Франциск Арина, думаю, все знают. Вот. Молимся сегодня о том, чтобы те толчки пробуждения, что уже знала белорусская земля, сегодня познала еще в большей степени. Слава Господу. Да, и извиняюсь, трансляция может прямо вот скоро сама собой завершится. Я извиняюсь. По техническим причинам. Оказывается, написано, пришло сообщение здесь, что батарея уже садится уже. Ну, да, сегодня трансляция делали целый день. Поэтому, да, я понимаю, не уследил. Вот. Но завтра утром подключайтесь на молитву, как обычно, в 6 утра по киевскому времени, иерусалимскому времени тоже самое. Вот. Подключайтесь на утреннюю молитву с хлебопреломлением, с причастием Евхаристии. Вот. От 6 до 7 это время как раз вот этой утренней молитвы. Ну, обычно полчаса, минус 40, так вот проводим. Да. Слава Богу. И сегодня также я вот как раз переписывался с пастором. Вот пришло здесь сообщение тоже очень интересное. Но с пастором Константином мы давно хорошо знакомы уже. Я как-то одну из суббот проповедовал здесь вот неподалеку, тоже на левом берегу, вот напротив, возле Бутара Черниговская. Там, где офис СНЛ, там есть зал, вот, и там, значит, проходит богослужение церкви. И вот пастор Константин Алексеев, он будет как раз вот, собственно, в следующую субботу тоже проводить служение. И я буду, вот здесь написано, да, тоже, у них буду гостем. Поэтому, ну, я утром буду на трансляции утренней, как обычно. Это будет 1 сентября уже, в гражданском нашем исчислении. Вот, потом буду на, значит, там, в RSNV24 на Коплице, часовне. Шалом, пишет Вячеслав, шалом, очень рад, да, вашему появлению здесь в сети. Вот, и, а потом приезжаю сюда уже в 11.30, даст бог, уже буду, или в Ассо, когда в 11.30 уже буду здесь. Так что, если вы в следующую субботу свободны, то приезжайте на служение сюда. Вот, адрес я потом выставлю подробные, там, и контакты пастора Константина выставлю в сети. Да, на, на фейсбуке. Итак, спасибо Господь за этот день, спасибо Боже. И хотя суббота календарная завершается, но наша суббота с тобой, как именно непрестанное пребывание в Тебе, она продолжается. Спасибо Тебе, Господь, что Ты с нами во все дни до скончания века. Благодарю Тебя, Господь, Иисус Христос и Ишуа Машиах, что Ты с нами во все дни до скончания века. И нам даже не надо придумывать повода для празднества, потому что, действительно, Ты наш праздник, Ты наша свято, наш праздник, святой, великий Бог наш. Боже, спасибо Тебе, Господь, спасибо. Ты каждый день этой жизни нашей земной с нами. Боже, но самое приятное даже не это. Боже, спасибо Тебе. Самое приятное, что Ты в нас поселяешься, живешь в нас, царствуешь, обитель в нас сотворяешь. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь. Погружаешься в нас. Мы в Тебя погружаемся, Господь, а Ты погружаешься в нас. И это прекрасно, это восхитительно. Как написано здесь тоже, на иврите, Ани, Ледоди, Ледоди, Ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Аллилуйя, Аллилуйя. Благоставляю вас, братья и сестры, благоставением священническим. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа благоставляю вас. Пусть Бог Авраам и Исаак и Израиль, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Его. Благословит сегодня всех вас. Во имя Иисуса Христа каждого из нас. Аллилуйя. Благоставляю Иерусалим, благоставляю Израиль, паки и паки. Сегодня я уже говорил там в трансляциях с часовни, храма часовни святого Иосифа, говорил, что действительно мы молимся за Израиль и это великое благословение для всех нас. Аллилуйя. Для всех евреев и неевреев, для всех великое благословение. Когда мы друг друга тягота носим, молимся друг за друга, в этом великое благословение. Тем более, что еще Афрааму Бог говорил, что благоставляющий тебя благословлен, проклинающий проклят. И в этом великое благословение для всех, когда мы благословляем, не проклинаем, а благословляем друг друга. Аллилуйя. Слава Богу. Молились сегодня за Израиль, за Иерусалим. Этот год вообще у нас, 2018 в календаре, он обозначен как год действительно 70-летия возрождения еврейского государства, 70-летия Израиля. Молимся за столицу Израиля, город Иерусалим, город Иерусалим, чтобы он был действительно городом мира для всех народов. Слава Богу. Во-первых, Иудеи, потом и всех остальных народов. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Пишет вокруг шум. Да, хорошее название такое интересное. Пусть Бог благословит вас и благоставляю, Израиль благоставляю, Иерусалим. Иерусалим. Аллилуйя. Благословляю всех вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного, нашего папочки, нашего Авы. Аллилуйя. Пусть Бог Абрама, Исаак Израиля, благословит вас, ваши дома. Благословляю начинающуюся трудовую неделю нашу. Начинается сегодня вечером первый день недели в традиции славянской, в русском языке называется воскресенье, очень красиво. В украинском не так красиво, но тоже очень хорошо. Надиля. Но мне больше нравится воскресенье, это как раз указание на воскресшего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. И он с нами действительно во все дни до скончания века. Аллилуйя. Большинство христианских церквей завтра как раз собрание христианское проходит. Вот. Я делился с Глебом, делился с братьями уже, значит, там, значит, на варесное во что ведение, что действительно будут служения, будет храм и будут служения и масихитские такие мусульманские служения, и мессианские в пятницу, а в субботу мессианские иудейские служения, а в воскресенье такие традиционные классические христианские служения, чтобы проставлялся и Иисус Христос, и Самасих, и Ишуа Машиах, Джизус Храйст, чтобы действительно имя нашего Спасителя, оно проставлялось во всех народах, во всех племенах. Аллилуйя. Не просто храм авробических религий, а чтобы действительно христосентричность такая, как вот богословы сейчас говорят, чтобы наши взгляды были на Машиаха, на Христа, на Мессию, на Масиха, на того, кто действительно за нас был заклан, агнец Божий, закланный от века, и Бог во Христе примирил с собой весь мир, потому что Иисус, Он не только царь над церковью, не только глава Он для церкви, Он над всем миром царь царей, Господь господствующий, потому что Он один за всех и все за одного, Он один за всех заплатил великую цену, божескую кровь свою пролил на Голгофском кресте, и Бог воскресил Его из мертвых и дал Его имя превыше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа всякое колено склонилось небесных, земных и преисподних, все покорно имени нашего Спасителя, Господа Иисуса, Аллилуйя, благословляю вас, шалом, мир всем, До встречи, друзья, до встречи, говорим, и на земле, и на небесах, и вот в эфирах этих, и в эфире вечном, Аллилуйя, Аллилуйя, шалом, шалом,